Привет, друзья! У нас в семье все очень любят борщ. И готовим мы его в неделю один-два раза обязательно. А когда мало времени, мне выручают мои заготовочки. Сегодня покажу, как я заготавливаю заправку к борщу. Сейчас самое время, все овощи свежие и свои. И зимой очень удобно. Баночку открыл, борщ готов. Обычно эту заготовку я делаю на 5 килограмм помидоров. Я сегодня все ингредиенты поделила пополам, но смело увеличивайте пропорции, не пожалеете. Все овощи я помыла, сейчас нарежу кусочками и буду измельчать. Вначале через мясорубку пропускаю лук. Затем сладкий перец. Если любите остренькое, можно добавить сюда же один стручок острого перца. Или два, по вкусу в общем. Теперь помидоры. Помыла, нарезала и также в мясорубку. Кастрюля у меня пятилитровая. На такое количество овощей в самый раз. Меняю мясорубку на терку для овощей. И отправляю в комбайн на начале морковь, а затем свеклу. 1-2 минуты и готово. Ставлю кастрюлю на огонь, перемешиваю все аккуратно. Добавляю растительное масло и довожу до кипения. С момента закипания на небольшом огне варю 2 часа. Периодически помешиваю. Сильно кипеть не должно. Так, слегка побулькивать. Крышкой не накрываю. Через 2 часа добавляю соль по вкусу. На наш вкус это примерно 2 чайных ложки. Столовую ложку сахара и пол столовой ложки лимонной кислоты. Перемешиваю. Кипячу еще минут 10 и снимаю с огня. Банки я стерилизую обязательно. Обычно прожариваю их в духовке. И в еще горячие баночки разливаю только что кипевшую заправку. Баночки в духовку конечно ставлю заранее. Этот и другие способы стерилизации банок я уже показывала. Ссылочку оставлю в описании. Крышки я также стерилизую. Теперь закрываю с помощью вот такого приспособления для закупорки банок. Наконец-то нашла удобное, с которым могу сама справиться. Аккуратно нажимаю, поворачиваю, нажимаю еще раз. Все. Следующая баночка точно также. Достаю из духовки еще баночки, наполняю и закрываю. Обычно я конечно наполняю все банки сразу, так удобнее и быстрее. Получилось 7 полулитровых баночек и еще немного осталось на сегодняшний борщ. Переворачиваю банки вверх дно и накрываю теплым одеялом. Оставляю так до полного остывания. Храню такую заготовку при комнатной температуре, просто в шкафу. Отлично хранится и всегда под рукой. Попробуйте приготовить. Буду ждать ваши отзывы. Присылайте свои рецепты заготовок. Всегда в комментариях нахожу много нового и интересного. Спасибо вам за это. Ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на мой канал, если вдруг вы в первый раз на моей кухне. И конечно, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Всем желаю приятного аппетита! Спасибо, что доверяете. Готовите вместе со мной!